Добрый вечер на Щелоковском телевидении «Диалог о православии». Встреча с Господом Иисусом Христом предстоит каждому из нас. Кого-то Господь явно посещает в земной жизни, кому-то предстоит встреча лицом к лицу с Господом только после смерти. И какой будет эта встреча, радостной, долгожданной или мучительной и невыносимой, зависит от нас, как мы проживем эту жизнь. О главной встрече мы сегодня и поговорим. Отец имени Добрый вечер. Добрый вечер. И, конечно же, встреча – это сретение с праздником, сретение Господне вас прошедшим. И, конечно же, это самое… Продолжающимся. Ну да, по празднованию идет праздник этого. И, конечно же, встреча с Господом – это, наверное, самая главная встреча наша. Тем более, что этой встречи хочет и сам Господь, чтобы мы пришли к Нему, чтобы мы с Ним встретились еще здесь, в этом мире. Ну, а вот хотим ли мы этой встречи, надо разобраться. Будем сегодня разбираться. Ну и начнем с праздника Сретения, потому что праздник 15 февраля отмечался, но еще до 22-го, наверное, то есть там как-то неделя до вторника попраздноваться идет, то есть продолжается праздник. И вот предлагаю начать чтение отрывка Евангелия, повествующего об этом событии. А потом продолжим разговор. Итак, Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 22 по 40. Пожалуйста. Да, послушаем Евангелие. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий лыжесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву по реченному закону Господнем две горлицы или двух птенцов-голубинах? Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведной и благочестивой, чающей утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпущайши, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасения и твои, которые ты уготовал пред лицом всех народов». Цвет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанным о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служила Богу день и ночь, «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». «Итак, мы видим пять действующих лиц в этой истории. Это, конечно же, сам Богомладенец, Святая Богородица, Святой Иосиф, праведный обручник, это Святой Симеон и пророчица Анна, дочь Фануилова. Это история встречи и друг с другом, и встреча с Богом. Какой смысл для каждого имеет эта встреча? Ну, действительно, мы видим, что все эти люди, конечно же, не случайно собрались в храм именно в этот день. То есть, и Симеона было за 300 лет до его вот этой встречи, предсказана эта встреча. И Анна, пророчица, тоже ждала этой встречи, потому что ее не зря пророчицей называют Евангелие. То есть, она тоже предузнала об этой встрече. Ну, а Матерь Божия, конечно же, без нее никак не могло это обойтись. И она была вторым, так сказать, действующим лицом после Господа, потому что, конечно же, Богомладенец, он еще лежал на ее руках, и он не мог сам ничего делать, он полностью зависел. Только 40 дней ему было, да? Да, от рождения в 40-й день. Это все по закону Моисеева происходит в 40-й день от рождения. Ну, как мы сейчас крестим детишек в 40-й день от рождения. Кстати, именно поэтому же, по примеру Господа, приносят в храм ребенка для крестин. Хотелось бы, желательно было. Можно и позже, можно и раньше, но вот 40-й день, он самый такой идеальный в этом плане для крестин. И Матерь Божия его принесла на своих руках причистых. Ну, а Иосиф Обручник, как слуга Господу, везде следовал с Пресвятой Богородицей, помогал ей, и покрывал ее от всяких несгод и бед. И без него, конечно же, бы ей очень трудно пришлось бы. Это тот помощник, который... Защитили ее. Да, который ее защищал от многих напастей в течение всей ее жизни. Он пока был жив, потому что ему тоже было... Он в преклонном возрасте был уже лет 70, кажется, если не больше. Ну да, там пишут, что ему 80 лет был. И вот если вообще о нем мало сказано, так вот, наверное, незаслуженно вообще и забыт он, то есть он как-то все время в тени находится. И вот мы о нем там мало видим. Хотя ему там ангел... Из ее ангели мало, да. Хотя ему ангел-то несколько раз являлся, да, и имя он нарекал Господу. Ну, он только в сонном видении ангелов видел, общался с ними в сонном видении. Только. Да. Нам бы так только. Нет, но Пресвятой Богородице ангелы являлись не во сне, а на его... Все относительно, да. Конечно. И мы знаем, что он был плотник, что он зарабатывал хлеб насущный, который, так сказать, делился с Пресвятой Богородицей своим трудом плотницким. То есть он изготавлял мебель, какие-то орудия труда из дерева. И, конечно же, это всегда было не очень богатый, так сказать, прибыток, о чем мы видим, что они жили в Назарете. Это был не центральный город, скажем так, мягко, а окраина Израиля. По нескольким причинам. Во-первых, он боялся за Богомладенца после того, как Ирод хотел убить его. А во-вторых, конечно же, там дешевле была жизнь, как это всегда в провинциальных городах происходит. В столице, в Иерусалиме, ему просто бы не хватило бы, наверное, средств для существования. Это мы все знаем, и знаем, что Господь ему помогал. И даже из апокрифов, то есть книг, не вошедших в евангельские тексты, мы знаем, что Господь таким чудесным образом даже помог однажды ему исправить некоторую работу. То есть ему заказали для правителя, в той местности, где они жили, седалище, то есть кресло богатое, красивое. Конечно же, из дорогого дерева все это сделано было. И когда он его сделал, отнес правителя, то ли правитель располнел, то ли действительно мерка была снята ошибочно. То есть кресло было очень узким. И ему отдали, сказали, а теперь за свои средства давай вот это все переделывай. Но понимаете, что это огромные деньги нужно было для покупки фактически заново всего. И когда Господь увидел Иосифа Обручников в таком вот унылом состоянии духа, что он не знал, чего делать, в отчаянии, он подошел и просто руками взял и раздвинул это кресло до нужных размеров. Ну вот так Апокриф нам описывает такую жизнь его в юношестве. То есть чудесным образом просто раздвинул, и таким образом они сдали работу и жили на эти деньги, на оплату этого труда. И так далее. То есть мы все это видим, что везде и всюду Иосиф Обручник был. И бегство, и Египет, и дорога туда. Это же тяжелый труд. Это же сейчас на самолете или на машине. А тогда пешком все это шло. Представляете, по пустыне до Египта идти от Израиля – это очень трудно. И повторюсь, это все его послушание пред Богом было. Да, и все-таки нам не говорится в Евангелии, но мы же знаем по жизни, какое мужчина имеет отношение к воспитанию сына. И наверняка тоже сколько он трудов по воспитанию Господа Иисуса. Ну, тоже нигде не сказано о том, каково воспитание было. Насколько я понимаю, что больше воспитывались-то и они от Господа, потому что они видят те чудеса, которые происходят вокруг него. Ну, тоже явления и ангелов, и волхвов, и различные пророчества от Симеона, и от Анны. Они понимали, что непростой ребенок совершенно. И в дальнейшем, также из апокрифов мы знаем, что даже пеленками Господа можно было исцелять бесноватых. То есть пеленочку просто положили на голову, и бесноватый исцелился. А другого от проказа, просто воды омыли Бога-младенчика, этой водой полили на прокаженного, он тоже исцелился. Ну, это апокрифические такие истории, которые не входят в Священное Писание. Но, тем не менее, они есть, и их тоже можно, так сказать, в какой-то степени использовать. И это мы знаем о том, как проходила жизнь в святом семействе, когда Господь еще был юный, мал возрастом. Вернемся к нашей конкретной истории, принесения Господа в храм в Иерусалиме. Почему вот такие жертвы, голуби нужны были, и птенцы, почему именно так? Ну, начнем с того, что все жертвоприношения тогда были, можно сказать, кровавыми. То есть, кровь всех животных, там будут тельцы, ягнята, или голуби, или птенцы голубиные, они, когда убивались, кровь брызгалась на жертвенных. И это было как бы приношением за грех. Через это Господь показывал, что грехи омываются кровью. То есть, уже было такое обучение как бы народу израильского, что кровью только можно смыть грех. Поэтому, чтобы не свою кровь проливать, поэтому проливали кровь жертвенных животных. И в зависимости от греха, в зависимости от того, какую жертву человек приносит, они различались. Вот здесь было Моисеем пророкам предписано, что для очищения после родов за, так сказать, замаливание греха нужно принести горлицы. Ну, они самые такие недорогие жертвы были, потому что, ну, представьте, теленка купить или голубя купить. Конечно же, разные все. Но этого достаточно было, чтобы омыть грехи родовые. Но Богородице вообще, наверное, не требовалось вот этой грехи. Ну, конечно же, не требовалось ни Господу, ни Богородице омытие грехов, потому что она непорочное зачатие была. Она родила из Баку, как мы во многих песнопениях читаем. И, конечно же, это все сделано было только для того, чтобы не нарушать общие заповеди, общие законы существования государства израильского, чтобы не быть, ну, как говорят, белыми воронами. То есть не выделяться. Ну, и Господь сказал, что да, я пришел исполнить все. Исполнить, да, закон, но не нарушить его, а исполнить. Поэтому с малолетства все законы были исполняемые, они были законопослушные. И вот принесли два голубя. Ну, почему два голубя? Потому что человек, он из двух естеств состоит, и души, и тела, и, естественно, из-за грешимое телом и душой. Поэтому из-за душу голубь и из-за тела голубь был принесен. Есть смысл в птенцах? Птенцы, ну, это еще дешевле. То есть, ну, уж совсем бедный человек мог, если уж голубей не хватает купить, да, хотя там ценились ассарий, да, какой-то копейки, то птенцы еще дешевле ценились. Ну, и потом здесь, как бы, духовный смысл. Сами голуби, они все-таки не являются хищными птицами, они питаются только, там, каким-то таким зерном, какими-то семенами и прочим. То есть, они чистые птицы считаются. А птенцы их, они еще более чистые, потому что они, ну, совсем юные, и у них совсем ничего нету, так сказать, какого-то предосудительного, да, если... Ну, и Господь, наверное, тоже, да, наверное, ну, есть, наверное, перекликается такое, что Господь говорит, будьте как дети, да, здесь тоже, наверное, как символы. Ну, тоже дети, да, голубиные дети, то есть сам голубь чистая птица, да, а дети еще более чистые. Здесь тоже символизм такой мы видим в этих жертвах. Мы знаем в Евангелии, что Господу поклонялись волхвы, да, когда он был младенцем. Вот это событие произошло, это было до поклонения волхвов или после? Ну, в Евангелии об этом не сказано, то есть, когда, что это происходило, но если по сути рассуждать, то если бы волхвы пришли до того, как Господь пришел в Иерусалим, вернее, Пресвятая Богородица принесла его в Храм Господний, то, конечно же, все об этом узнали. И его бы воины Иродовы схватили бы и убили бы вместе с другими 14 тысячи младенцев. Поэтому все-таки это было до пришествия волхвов, по логике событий, да, потому что тогда это было в тайне. Да, потому что пророчица Анна всем рассказывала тоже. Да, Симеон, богоприимец, он воскликнул, ведь он же не шепотом это говорил, он в храме для всех. А для народа сколько было? Да, весь народ это слышал, Анна пророчица всем говорила. И, конечно же, это было до волхвов, пока не было привлечено внимание Ирода, царя, к Богомладенцу. А вот после того, как это внимание было привлечено, и он возревновал, и захотел его убить, тогда они уже бежали в Египет. Праведный Симеон, праведный, благочестивый. Что значит эта праведность? Что за человек? Симеон, ну, по некоторым источникам, он был священником, даже первосвященником, потому что даже здесь мы читаем, он благословил родителей Господа. Ну, Иосиф Обручник и Борис Святой Богородицы. Ну, кто благословляет? Конечно же, священный сан. Он имел, но он уже, конечно же, не служил, потому что ему 360 лет на тот момент уже исполнилось, когда он встретил Господа в храме. В более, так сказать, молодые годы он являлся переписчиком и переводчиком библейского текста, так называемые 70 толковников, септоагинта называется так Библия, то, которым мы и сейчас пользуемся. Это было по поручению Кесаря переведено с еврейского на римский язык, чтобы все могли читать и пользоваться Библией, вернее, тем пятикнижием Моисея, которые они, собственно, и перевели. И именно в этот момент Семен, когда переводил слова «Се дева во чреве приимет и родит сына», он задумался и поразился, как может дева родить. Он хотел исправить слово «дева» на «женщину», то есть думал, что она ошибочка вкралась в текст. И именно в этот момент его остановил ангел, он сказал ему такое вот именно пророчество, что ты не умрешь, пока не увидишь, что вот эти слова сбудутся, напиши их так, как здесь написано. И он так их вписал в Библию и действительно жил с того момента 300 лет еще. И вот, наверное, был изможден старостью и вот этим долголетием своим настолько, что такие воскликнул слова, что ныне отпущаешь и меня. Да, задуматься поколение за поколением. Уже там, если у него дети были, дети ушли. И внуки, и правнуки. И проправнуки. Уже всегда, уже другие, как у нас тут, планшеты. Все меняется эпоха. И тяжело человеку даже старому. Интересно-то как тяжело. Интересно и даже и нравственно так вот тоже. И терять людей близких, да. И уже никого из тех, с кем ты когда-то дружил, с кем когда-то ты служил, когда ты их знал. То есть все уже ушли. Ты один остался. Все люди практически чужие. И единственное, что тебя здесь держат, это встреча с Богом. Пока не встречусь с Богом, из этого мира не уйду. Вот эта мысль его каждый день приводила в храм. С этой мыслью он, наверное, и просыпался, и засыпал. И эта мысль его удерживала в этом мире по пророчеству. Какой для нас урок терпения, наверное, да? То есть 300 лет там ждать, мы чуть-чуть не можем потерпеть. Ну, сейчас-то совсем другое, как подход к смерти. Вот многие мечтают, а вот чтобы вообще не умирать, да, там какое-то лекарство найти или что-то, какое-то снадобие, чтобы вот жить вечно в этом мире. Но на самом деле тот, кто это говорит, он не представляет себе, насколько это тяжело. Это мука. Это Каина Господь наказал, что будешь жить, вот тебя никто не убьет, ты будешь мучиться и ходить и жить здесь многие там столетия. И он мучился все эти годы, но только потоп его, наверное, собственно, и забрал, Каина из этого мира. Поэтому здесь неразумие человеков, ну, как говорится, пока не примерю рубашечку, не пойму, по мне ли она. Вот так и здесь. Жить в старости, в ветхости, в дряхлости, в болезнях и не умирать – это очень трудно, это очень тяжело, это мучение. Поэтому здесь, как бы, вот я, наверное, не советую никому жить вечно в этом мире грешном и унылом, и болезненном. Ну, это на наш взгляд, да? А правильный Сеон, все-таки, наверное, он же святой, наверное, какие-то у него были такие утешения от Господа. Безусловно, без благодати Божией он, конечно же, был бы в унынии страшном, и у него просто бы сил не было на то, чтобы вот нести это послушание. Только по благодати Божией он его нес, потому что, ну, такова была задача этого человека донести до всех, что Мессия родился. И принять на руки, наверное. И принять на руки, поднять и показать всем, объявить это во всеуслышание в храме Господнем. Ведь его же все знали. Ну, представьте, он жил в Иерусалиме, он был священником в храме. Уже одно то, что он священником был, его уже большинство иерусалимлян знали. А то, что он не умирает и не умирает, не умирает, и все, конечно же, его знали уже много поколений, и знали, и ждали же, ну, почему, почему. Возможно, он говорил, что я не умру, пока не придет Христос. То есть он был таким знаменем для многих, живших в Иерусалиме, а то и во всем Израиле, людей, чающих, то есть ждущих пришествия Христа, Мессии. После вот этого события, когда встреча произошла, долго еще жил святой Семен? Нет, он сразу умер, потому что все, он совершил все, что ему было предписано Господом, и ушел из этого мира, как он говорил, с радостью. Да, я где-то даже прочитала, что он в числе тех младенцев, тоже его когда убивали, его тоже убили. Ну, да, действительно, что он же как бы первоисточник для воинов Иродовых. Если Ирод послал воинов убить всех младенцев, то, конечно же, они к нему пришли. Если убили даже отца Иоанна Предтеча, Захарию, который тоже не сказал, где его младенец, сын, спрятался, то и Семена наверняка спрашивали, где тот младенец, который ищет Ирод. Он отказался отвечать, его убили просто, как и Захарию убили, священника тоже. Вот эта молитва, да, святого Семена, «Ныне отпускаешь, рабатывай, владыка, поглаготовый мир». Она очень часто звучит на богослужениях, наверное, каждый вечер. Почему так часто? Вы знаете, у нас, мы не задумываемся, конечно, почему Господь каждые сутки дает нам заснуть, а потом проснуться. Заснуть, проснуться. То есть мы каждый день испытываем малую смерть, можно сказать так. Когда тело у нас ослабевает и отключается, и душа сама по себе как-то существует. А потом мы малые воскресенья, да, то есть малые смерти вечером, малые воскресенья утром приносим. И это нам такой намек на то, что будет у нас в дальнейшем, что мы так же умрем и воскреснем. Только уже на больший срок не зря, так сказать, уснем, да, сном. Не зря же смерть в православии называется сном. Соответственно, чтобы об этом еще и озвучить, и проговорить, вот это Симеонова такое пророчество, мы как раз читаем каждый день. Чтобы каждый задумывался, да? Чтобы мы задумывались об этом, что мы здесь не вечны, что мы здесь испытаем все то, что испытал Симеон, да, и жизнь, и смерть. Ну, а для того, чтобы так воскликнуть радостно, нужно, наверное, себя подготовить к смерти? Ну, я думаю, да, сейчас мало кого мы найдем, кто бы радостно воскликнул, что вот я умираю. С радостью. Это должны быть очень верующие люди, которые действительно праведно и в своей жизни ждут встречи с Господом, конечно. Да, да, для того, чтобы вот это воскликновение с тем чувством, как оно было у Симеона воскликнуть, нужно много потрудиться и много сделать, чтобы в душе было вот такое вот рвение и радость, и успокоение. Он еще тоже говорит, лежит сей про Господа, да, на падение и на восстание многих в Израиле предмет пререканий. Как толковать эти слова? Ну, он видел пророческие, видел уже, что будет дальше, когда Господь выйдет на проповедь, как разделится все государство на две части, на тех, кто принял Христа, тех, кто не принял Христа. Естественно, кто такие люди, которые испытают падение через Христа? Те, которые не уверуют в Него. Это падение будет и здесь, в этом мире, вплоть до смерти их от Тита, да, военачальника Кесаря, который потом через буквально 30 лет придет и уничтожит всех неверующих во Христа, потому что они в Иерусалим соберутся, все верующие уйдут, Господь их предупредил заранее, что уйдите, увидите войска вокруг Иерусалима, выходите из города. А те, кто не уверовал, сами себя наказали, и остались в Иерусалиме, и были убиты там миллионы просто, и проданы в рабство. То есть это падение здесь, а еще худшее падение там. То есть там они пойдут в ад, потому что они отреклись от того Мессии, которым им пророк Моисей еще говорил, что если вы не примете Его, придет к вам Мессия, Христос. Если те, кто Его не примут, те не спасутся. Вот, собственно, об этом говорил Симеон. Ну, а восстания – это те, кто, собственно, как апостолы. Они же были простыми рыбаками, неучими, крестьянами совершенно. Не то что к власти, не то что к священству. Они ни к чему не были призваны по своему родству. Но через то, что они уверовали, они стали первоверховными апостолами. Они стали первыми в Царстве Небесном. Они стали первыми в церкви христианской на земле. Это же восстание, представляете, из каких-то рыбаков стать апостолами. Величайшее призвание. И о них тоже говорил Симеон. На пререкания, между ними были постоянно пререкания. Еще когда Господь здесь жил, они уже неверующие в Нем пререкались с Ним. А когда Господь вошел на небо после Своего Воскресения, эти же пререкания остались до сих пор, можно сказать. И апостолов гнали, и пререкались с ними, и учеников апостолов, и сейчас и нас тоже такие же пререкания и с нами, верующими. Святой Симеон говорит Богородице, тебе самой оружие пройдет душу. О чем это? Ну, Матерь Божия величайшая из рожденных в этом мире. Дева, которая всю свою жизнь страдала и мучилась фактически. Потому что она мучилась во время беременности, потому что ее, когда носила Господа Иисуса Христа, потому что ее обвиняли в прелюбодеянии. Она мучилась после того, как родился Христос, потому что его хотели убить. Она мучилась при кресте. Самое страшное из мучений, которое она испытала, это когда она видела, как ее любимого сына и Господа распинают на кресте, как он умирает. И вот состояние души матери и верующего человека в этот момент было настолько болезненным, что Симеон сравнил это как оружие, как будто мечом пронзается сердце. Ее было настолько, как нам церковное предание говорит, она упала в обморок, когда стояла на кресте. Даже место это обозначено часовинкой в храме Гроба Господня, где она упала в обморок. Собственно, это все Симеон Богопримец ей заранее и предуказал. И все это она перенесла со смирением, терпением и верой в Бога. Да, есть даже некоторые, наверное, такие иконы, люди знают, что стрелы пронзают. Или мечи, или стрелы. Есть несколько иконочек. Это связано. Да, семистрельные, например, или умягчение сердец. Это как раз то, что она, как Симеон Богопримец говорит, она узнает все помыслы людей. Что самое страшное также, когда любящая мать видит помыслы ненавидящих ее сына. Представляете, как ей это больно. Когда она видит помыслы, что они хотят, жаждут его убить, насколько ей больно. И каждый этот помысел вонзался ей как стрела или как меч в сердце. И вот семь стрел, ну это семь страстей человеческих, которые Матерь Божия сейчас также терпит от нас. Каждый, кто согрешает тем или иным грехом, мы также вонзаем стрелу или меч, ну в зависимости от тяжести греха, в сердце Пресвятой Богородицы. Потому что теперь мы ее дети, в том числе, и она теперь из-за нас также радеет, также болит ее душа, также она нас любит и покрывает, и старается привести ко спасению. И очень болезнует от того, что мы ее не слушаемся, и Господа не слушаемся, и грешим. И богохульствуем еще. А некоторые богохульствуют, и отрицают, и говорят, что ничего этого нету. И также клевещут на Господа и на Богородицу. Это же матерные слова, да? Да, да, это все скверные человеческие, они изливаются ведь не в пустоту, не в пространство, они изливаются в духовный мир. А он настолько близок к нам, что Матерь Божия это сразу все знает и чувствует. Да, и за каждое слово мы дадим ответ на страшном суде. Конечно, поэтому здесь надо быть очень, так сказать, внимательными к себе. И если у нас такая дурная привычка матершины есть, то надо с ней бороться. Это каждое слово, как стрела, впивается в сердце Пресвятой Богородицы. Почему Богородица и Святой Иосиф удивились словам Святого Симеона? Потому что они относились к Господу как к простому младенцу. То есть, они же не видели еще каких-то особых чудес, и волхвов. То есть, все тайны им не было открыты, да? Волхвов еще не пришли, волхвы, ничего. Это первые из людей, которые прославил Господа, Симеон Богоприимец. И, конечно же, они были в удивлении. Сам Богомладенец еще ничего не говорил. Тут чужой человек. Чудес, да. А тут вдруг их встречает бывший первосвященник. Да где? В храме. А как он узнал, что мы сейчас придем туда? То есть, вот эти все чудеса начались с ними происходить именно с Симеона Богоприимца. Ну и, конечно же, все это дальше только в увеличивающейся, так сказать, прогрессии было. То, что они видели, и как написано, Евангелие, Матерь Божия, все это складывало в своем сердце. Все, что происходило с Господом и с ней. Анна Пророчица присутствовала, да? Тоже при этом событии. Дочь Фануилова от колен Асирова. Вот для чего? Евангелие называют имена. Кто такие Фануил, Асир? Ну, значит, родословное народа израильского ведет от Авраама, сына его Исаака и внука Иакова. Вот у Иакова уже было 12 детей, в том числе Асир. И эти патриархи, как их называют в Ветхом Завете, израильские, вот от них ведут 12 колен Израилевых, в том числе Асирова колена. И Фануил – это один из, так сказать, отец Анны Пророчицы, один из сыновей Асира через какое-то там поколение. Правда, по Ветхому Завету мы помним, что колена Асирова после захвата вавилонянами народа израильского и пленения его, он не вернулся. Колена Асирова не вернулась в Израиль, а осталась в Вавилонии, в Месопотамии. Но, скорее всего, Фануил переехал сюда, движимый верой в Бога, движимой любовью к своей родине, к Палестине, к Израилю. И здесь вот Анна Пророчица и родилась. Да, Анна Пророчица, она единственная пророчица в Новом Завете. Почему Господь из миллионов... Анна Пророчица, но еще пророк Притечи Господний. Женщину. А, женскую, да. Почему именно из миллионов людей, именно ей Господь доверяет и присутствовать при таком событии? Да потому что вся ее жизнь была отдана Господу. То есть такое самопожертвование... Ну, представьте, она 7 лет всего лишь была замужем, муж умер, и она не стала уже, так сказать, продолжать жизнь мирскую. Она полностью ушла в храм Господний, не жила там, ну, как сейчас монахи в монастыри уходят. Вот так она жила при храме, служа Господу постом и молитвой, как в Евангелии написано, 84 года. Всю свою жизнь она отдала храму Божию, отдала Господу. И, собственно, это выражение ее любви, она ничего не искала. Она не искала там каких-то денег, она не искала каких-то привилегий. Она просто трудилась, молилась, постилась, выражая свою любовь к Богу. Но Господь, так и говорит, какой мере ты меряешь, такое тебе отмеряется. Господь, видя ее любовь к себе, Он также ее возлюбил, и поэтому призвал по ее пророческому дару, даровал ей этот дар, призвал к себе навстречу. Это, конечно, такой подарок ей перед кончиной. Ну, вообще, святые отцы, да, такой символ находят, то, что, как говорят, встреча Ветхого Завета и Нового Завета. И не случайно, что Господа встречают и как мужчину, как Адам, да, который согрешил весь Симеон. И вот Анна Пророчица, она как Ева, женский род весь встречает Господа. Ну, в общем, да, они взяли на себя такую прерогативу, как сейчас, да, миссию, да, как сейчас говорят там дипломаты. Вот, что они представляли весь род человеческий и мужское, и женское начало полностью присутствовало при встрече Господа в мире. То есть это действительно впервые Господь Иисус Христос, еще будучи Богом-младенцем, вошел в большой мир, скажем так. До этого он был только в пещерке или там где-то в каком-то домике, а так вот, чтобы в храм прийти, ну, и перед всеми людьми его прославить, это впервые было. Конечно же, Господь не простых людей призвал, а благочестивых, служивших всю свою жизнь, ему, как это, Симеон служил ему всю свою жизнь, 360 лет, так и Анна Пророчица, 84 года служила ему. Конечно, он их избрал как лучших представителей рода человеческого. Да, они уже отходят в вечность, да, и Святой Симеон, Анна Пророчица, а дальше события продолжаются, там бегство продолжается, да. Да, и какое вот счастье быть вообще рядом с Господом, да, мы смотрим учеников, иногда даже вот, ну, так вот, думаешь, как хорошо, наверное, осизать, чувствовать Господа. Но Господь также нам обещал всем счастье, блаженны вы, невидящие, но уверовавшие, да. То есть нам Господь обещает тоже такое счастье, радость и встретить. А не так, блажение, невидевшие и верующие. То есть еще даже счастливее. Да, еще боль, то есть это в превосходной степени, да. Мы, конечно же, можем думать, вот как им-то было хорошо, апостол, они все видели, они видели чудеса по воде, да, он их учил, там. Но кому много дадено, с того много и спросится, да, потому что они все умерли мученической смертью. То есть все засвидетельствовали свою веру, свою проповедь евангельскую. Чем? Своей смертью за Господа. Настолько они были искренне преданы Господу, что все умерли. Ну, кроме Иоанна Богослова. От нас Господь не требует мученической кончины. Ну, может быть, кому-то и Господь дарует ее, но вот от нас Он требует только что? Любить, веровать и слушаться. Не просто слушать заповеди, но исполнять их, слушаться Господа. И этого достаточно для того, чтобы нам воспринять спасение нашей души от Господа. Вот это и есть блажение. То есть мы… с нас не так много требуется, а дается столько же. Конечно же, мы блажение. Как мы можем встретить Господа? Вообще возможно ли встретить Господа? Мы можем что-то от себя такое сделать, да? Ну, для встречи с Господом нужно, конечно же, несколько условий соблюсти. В любом случае, это праведность. Ну, мы берем пример с этих двух людей, Симеона и Анны, пророчицы. Они праведны, и мы должны праведной жизнью жить. Они любили Господа, и мы должны любить Господа. Они слушались Бога, и мы должны слушаться Господа. Это как бы наше… ну, устроение должно быть так. Но кроме этого нам даны еще ряд, так сказать, пособий, что ли, да? Каких-то вспомоществований от Господа, через которые мы также можем встретиться с Господом. Ну, перво-наперво, что на ум приходит, это, конечно же, причастие. Причем это даже более, чем Симеон Богоприимец. Он только взял в руки Господа и опять отдал потом Богородице. То есть остался опять без Бога. А мы, причастие, принимаем частицу тела и крови Христовой в себя. И с ними уходим уже из храма. Симеон-то ушел без… И оно в нас растворяется. Да, и что самое интересное, мы срастворяемся, то есть обожествляемся естеству Христову, то есть мы становимся его ближайшими родственниками, то есть мы становимся подобны ему по естеству, потому что в нас естество божественное растворяется в нашем человеческом естестве. И это больше, чем Симеон имел. И для этого и Господь приходил. Абсолютно правильно, чтобы это даровать нам, как величайший дар божественной природы человеческому роду. Вот для этого он и потерпел все то, что произошло с ним в дальнейшем, в том числе и распятие на кресте и воскрешение. И мы в этом плане блажения Симеона. То есть мы счастливее его, и счастливее Анина пророчица. Она даже на руках не держала Господа. Она просто смотрела, радовалась и восклицала слова, что да, вот Мессия пришел. А мы в себя принимаем, и потом это имеем в себе, всю жизнь можем иметь. А мы пренебрегаем. К сожалению, да, мы этого не ценим. И многие говорят, да, зачем причащаться? Вот это безумие такое, совершенно неразумие человеческой природы по, наверное, по незнанию происходящее. Потому что когда начинаешь вдумываться во все таинственные моменты, которые Господь привнес в нашу жизнь своим пришествием сюда, ты просто поражаешься глубине происходящих перемен. И, конечно же, сразу, как только ты это понимаешь, хочешь в этом иметь какое-то соучастие. Ну, то есть, причастие высшей, да, благодать. Ну, и вообще, как спецы говорят, да, что вот алтари – это вообще центры нашей Земли. То есть, да, как вот родник, да, есть, напаяет там всю Землю водой, да, так и здесь, то есть в алтаре, да, как Господь сходит, это вообще центр. Ну, это источники света и благодати на планете Земля, да, вот можно так это сказать, что вот те центры, от которых исходит общее благословение, благодать Божия, мир и спокойствие, и вот все, что от Бога исходящее, оно имеет величайшую степень благодати, которую даже выразить невозможно. И это алтарь, где совершается жертвоприношение за грех человеческий, где совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову, где совершается таинство, таинство литургическое – это причастие, да, исповедь, это крещение, их семь таинств. Вот все эти таинства где совершаются? Только в храме. Господь принесён-то был в храм. И чтобы мы любили храм Божий, он сам, Господь, показывал, как это надо делать, как он любил храм Божий и даже остался там, когда уже будучи 12-летним отроком, родители его пошли обратно домой, а он остался там в храме. Да, есть последние даже упоминания идёт, да, праведный Иосиф, а потом говорят, что он уже почил после этого события, после 12 лет. Да, вот это удивительно, да, насколько Господь любил храм Соломона, в котором он приходил. Он так сказал, я должен быть в дому отца моего. То есть, если Господь говорит, что он должен быть, а мы-то где, тоже в дому отца нашего должны быть. То есть, храм надо посещать как можно чаще. Да. Следующее – это чтение Евангелия, наверное, тоже встреча с Господом? Ну, дальнейшие уже они как бы более вторичные, то есть, они уже имеют духовную такую встречу. Не именно всем естествам, как с причастием, да, и тело, и душа соединяются. А когда мы начинаем молиться или читать Евангелие, мы, конечно же, встречаемся с Господом, потому что принимаем в себя Его слова, Его поучения, Его заповеди, притчи. И просто Его жизнь мы опять прочитываем и как бы вместе с апостолами ходим за Господом, читая о Его жизненных перипетиях здесь, когда Он проповедовал. Конечно же, это тоже встреча, умственная встреча, скажем так. Да, и в молитве, да, как святая цена говорят, что когда ты думаешь о Боге, Бог думает о тебе. И вот есть даже такой пример, когда, помните, по дороге, да, в Эмаус шли Клеопы, да, и вот они… Лука и Клеопы. Да, Лука и Клеопы. Как раз тот самый Лука, который написал этот вот евангельский текст, который мы сегодня читали. И действительно, они даже не знали, кто с ним идёт. Ну, там, наверное, несколько, да, они вспоминали вот эти все события, они были в унынии, что теперь учителя с ним нет, теперь они не знают, что делать дальше. Вот шли домой к себе. И вдруг один из прохожих, который рядом с ними шёл, они как бы не обращали внимания, вдруг он говорит, а вы о чём сейчас разговариваете-то? Он такие, а как ты не знаешь? Да, пытался Господь обратить на себя внимание таким вопросом. Настолько они были сами в себе, в своих мыслях, в своих рассуждениях друг с другом, что они даже не обращали внимания, кто с ними идёт. А Господь рядом с ними шёл, они просто его не видели. И даже после этого обращения Господня к ним, они всё равно его не узнали. Ну, ты что, ты не знаешь, что ли? Они ещё были узнаны, как же ты не знаешь? Да, и даже хотели, наверное, отмахнуться. Да что, ты не знаешь, что ли? Что ты спрашиваешь-то? То есть какое-то такое некоторое неудовольствие даже в этом вопросе они проявили. И узнали его только после того, как он благословил, преломил хлеб, то есть через причастие. Да, он сначала на всем тоже рассказывал, да, от начала всё. Да, да, то есть он вступил с ними в беседу, он с ними общался, они, да, слушали его, да, что-то даже и как-то на сердце легче стало после этого. А он как раз объяснял, что всё это должно было произойти, и то, что в Евангелии потом легло. Да, да, он как раз и говорил, он несмысленный и чёрствый сердцем. Не написано ли же в пророчествах, что так оподобает Господу пострадать и воскреснуть? То есть это прям вот практически дословные слова. И, конечно же, они радовались этим словам, ну да, как прям вот на душе легче становится, как они потом сами признались. Не горело ли сердце в нас, когда он нам говорил слова? Конечно же, горело. И всякая встреча с Господом, она именно этим отличается, что на сердце тепло становится, оно начинает гореть вот этим общением с Богом. А бывает, что человек, наверное, сначала и не понимает, а потом, когда Господь отходит, и он тут... И да, как всегда, в сравнении познаём всё. Вот когда Господь с нами рядом, так так и должно быть вроде, а что тут такого? И только когда Господь отходит, думает, о, как плохо-то без Бога, нет, как-то вот лучше мне всё-таки туда вернуться. Вот здесь произошла такая же ситуация, которая нам всем и свестна по нашим внутренним ощущениям. И также после причастия сердце горит, на сердце тепло, светло. А как только согрешаем, раз, опять темно, да что ж такое-то? А что так на душе-то плохо стало вдруг? А что-то плохо сделать, плохо сказал, плохо подумал. Вот то же самое и здесь они. Как только они узнали Господа, он раз и... А он растворился как раз в хребе. Да, но хлеб этот оставил для них, они его вкусили. То есть фактически такое причастие было. Вот мы это всё должны приложить к своей жизни и увидеть, что и в нашей жизни происходит ровно то же самое, что и у них. И когда мы общаемся в молитвах с Господом, мы часто и не узнаём тех мыслей, которые Господь нам вкладывает. Мы говорим, ой, что-то как вот всё плохо, ну как же так? А мысль приходит, ну да, это же тебе за грехи. Ой, а когда же всё это там лучше станет? Ну, когда исправишься. То есть Господь отвечает нам на молитвы, на наши мысленные. И вроде как на душе легче становится. После причастия на душе легче, после исповеди на душе легче. После молитв на душе легче. А почему легче-то становится? Так потому что вот здесь Лука и Клёпа нам показали, потому что с Господом общаемся, встретились с Господом, но не узнали, к сожалению. Да, ещё такой вот здесь момент тоже в этой истории, да, по дороге. Когда Господь им показывал, делал вид, что он хочет идти дальше, да, а они его удерживали, приглашали. А потому что им хорошо было с ним. Ну давай, да останься с нами, да не иди ты, давай вот здесь. И это очень важно, если бы Господь ушёл бы, да, здесь уже... Они чувствовали, что не, я не хочу его отпускать. Мне так с ним хорошо беседовать, так хорошо общаться. Это как на горе Фавор воскликнул, да, Пётр. Господи, хорошо нам здесь. Это ещё одна встреча с Богом была, да. Давай здесь вот и будем жить. Он даже не знал, что говорить. Да, настолько на душе было благодатно. Построим тебе, так сказать, домик, Моисею построим домик там, Илье домик. И вот будем жить здесь. Настолько вот он растворился в этой благодати, и он опьянел от этой благодати, что даже не знал, чего говорить. Но на душе так было хорошо, что уходить он точно оттуда не хотел. Вот это всё признаки такого присутствия Божия в нашей душе. Вы, если обратите внимательно на себя внимание, то сами ощутите, как на душе после встречи с Господом просто, чисто, легко, радостно. У нас не очень много времени, остается три минуты. Вам, пожалуйста, заключительное слово. У нас такая богатая получилась передача. Ну, конечно же, после передачи о Сретении надо всем пожелать, чтобы все встретились с Господом в этой жизни. Повторюсь, что Господь хочет с нами встретиться, и постоянно перед нами, как с Лукой и Клёпой, только нам надо повернуть голову в его сторону, и увидеть, и услышать его. А он рядом с нами всегда. Встреча всегда движения навстречу. Конечно же, то есть обоюдная должна быть. Не только Господь к нам, он так всегда к нам, но и мы должны к нему прийти. Тогда эта встреча произойдёт. И от этой встречи зависит наша встреча с Господом уже после смерти. То есть как здесь мы с ним встретимся, так и там будет такая же встреча. Поэтому готовьтесь к встрече там, через встречу здесь. Да, то есть наша смерть, это же не какой-то раз, вот так, щелчок, да, мгновение, и человек в другой жизни. То есть это же план-переход, да, то есть что человек сейчас здесь в душе своей собирает, оно с ним вот и остаётся. Да. Что в чём застану, в том и сужу, Господь говорит. То есть мы в течение своей жизни себя меняем. Меняем через общение. Если мы общаемся с каким-то человеком, у нас душа уже меняется. Мы это знаем. Вот с этим поговорил, на душе плохо стало. А с тем поговорил, легко стало. И вот, а если с Богом поговорил, как на душе легко становится. Поэтому если мы вот с такой лёгкой душой приходим к смерти, то мы так с лёгкой душой и в том мире живём. И если же мы отягчаем свою душу грехами, общением с грешниками, конечно же, нам там будет тяжело. Там благодаря нас, батюшка, кто бы к нам приехали. Приезжайте ещё. Спасибо, Господи. Наша передача завершается. На сегодня всё. До свидания. До свидания. До свидания.